Исламофобия в Швеции цветет буйным цветом. Акции по сожжению Корана стали здесь чуть ли не еженедельным развлечением местных сумасшедших. А власти называют это свободой слова и отправляют на защиту таких мероприятий наряды полиции. Наряду с Расмусом Полуданом в новостных заголовках то и дело мелькает имя Салвана Мамики. 37-летний мигрант из Ирака с удовольствием издевается над священной для каждого мусульманина книгой. То растопчет, то подожжет. Вот и в минувший понедельник он выложил в соцсети видео, где наступает на Коран и заявляет о величии Израиля и своей поддержке его действий. У всех адекватных людей такие кадры вызывают, если не шок, то омерзение точно. Ведь глумиться над тем, что дорого для другого человека, как минимум подло. Но оказалось, все не так-то просто с выражением якобы личной позиции в Швеции. Этим летом пресс-служба министерства разведки Ирана опубликовала очень любопытную информацию относительно Мамики. Вот как цитирует документ мировые СМИ. Салван Мамика родился в Ираке в 1986 году и присоединился к шпионской службе сионистского режима в 2019 году. Одна из его миссий заключалась в том, что в последние недели, после плана сионистского режима по подавлению законного сопротивления людей на территориях, оккупированных в 1967 году и на западном берегу реки Иордан, этот агент-предатель реализовал темный и кочувственный проект. Злое шоу осквернение священной мусульманской книги было организовано и осуществлено именно с целью создания пропаганды в средствах массовой информации и маргинализации новостей об отвратительных и широко распространенных преступлениях сионистского режима на западном берегу, особенно в угнетенном Дженине. То есть получается, что за одним из главных исламофобов Швеции стоит израильская разведка. И это никакая не свобода слова, а обычные грязные политические игры, призванные перетянуть общественность на сторону Израиля. А что думаете вы? Пишите в комментариях.